Привет, уважаемые друзья! Пару лет назад мой товарищ позвал меня на природу, где находился не один, а со своим другом. Выглядел друг в камуфляжных штанах, куртке М-65 и в простых берцах. Рядом валялась потертая зеркалка. Разговорившись, создалось впечатление человека, погруженного в тему снаряжения, увлекающимися походами и думающего, прежде чем что-то купить. Ну, за исключением того, что в такое время года он готовил мивину в швецом котелке, таком квадратном, на куске сухого горючего. Оказалось, что этот нож от компании C-RKT, который мне очень понравился, я его увидел впервые, подарил ему Андрюха. Так как хорошо понимал, нож стоит недорого, он довольно крепкий и от очень именитой фирмы C-RKT. Даже на ноже есть свой номер отдельный. Скажу так, для меня цена этого ножа позволяет использовать его где угодно, не бояться потерять, нагружать его и даже сломать. Говорить я буду об этом ноже и оценивать его с двух сторон. Первое. С боевой стороны. Это нож боевой. И с точки зрения использования как прикладного где-то на природе и так далее. Давайте начнем. Нож для боя, повторяю. Первое. Насечка. Довольно-таки глубокая. В этом хвате позволяет хорошо контролировать сверху нож. Дальше. Упор. Мы видим. Рукоять позволяет глубоко погрузиться в кисти и хорошо контролировать нож. Он никуда не уйдет. Здесь и здесь упоры. Клин. Вогнутые спуски. Длина около 10 сантиметров. Тонкое острие. Хорош для укола. Дальше. Накладки, друзья. Они из пластика. Лишены какого-либо рисунка. Для того, чтобы нож было легко доставать с кармана. Он нигде не цеплялся. Скользил. Хорошая клипса. Очень удобная. Она здесь в одном положении. Меня она устраивает вполне. Нож достаешь с кармана. И сразу открываешь его. Вход здесь ножа отличный. Дальше. Предохранитель, друзья. В этом положении лайнер нельзя открыть. Вот здесь ходит такая пластина, если видно. Следующий, конечно же, значительный плюс, о котором я сказал вначале, это прочность. Нож лишен скелетизации. Толстые плашки. Сверху спейсер металлический. Хорошая насечка на лайнере. Также нож можно использовать для левши без проблем. Ну и минус, друзья. Вижу один. Это коррозия. Конечно, для обоя это не так важно. Но хотелось бы более в этом смысле сталь. Удачную. Сталька здесь 8 хром 13 мов. Посмотрите внимательно. Есть микроточки. Я использовал этот нож в паре с Ганза. Там сталь 440. И ножи очень по-разному себя проявили в плане стойкости к коррозии. Дальше. Переходим к прикладному использованию где-то на природе. Нож. Его главное преимущество. Он надежный. Дальше переходим к минусам, друзья. Вес. Больше 200 грамм. Нож очень тяжелый. Давайте я сложу его. Если, допустим, использовать для EDC, этот нож, он не будет мешать вам в кармане. Он довольно-таки тонкий для своих размеров. Но его вес, он оттянет вам ткань кармана. И без этого ножа карман уже будет деформирован. У меня двое таких штанов уже есть. Повторяю. Нож довольно-таки тонкий. Клипса здесь невысокая. И в плане дискомфорта какого-то объема в кармане вы ничего этого не почувствуете. Но носить карман травматично для штанов, для ткани. Дальше. Предохранитель. Ну, он может, конечно же, мешать. Если он вам не нужен, его, в принципе, можно снять. Дальше. Коррозия. Еще раз, друзья. С этой точки зрения, для EDC, для домашнего использования на природе, конечно, это уже более значительный минус. Так как, если рассматривать его как нож для выживания, допустим, остаться с прочной рукоятью, но уже разваливавшись клинком от коррозии, это, конечно же, хреново. Ну, и, в принципе, давайте последний минус. Наверное, это толстый довольно клин. 3 мм для меня это толстый. Конечно, если подстругать ветку хорошо, уверенно, но резать продукты хотелось бы 2,8 где-то. В принципе, друзья, на этом все. Есть отверстие под темляк. Это очень хорошо. Есть разные варианты покрытия. В заключение скажу, наверное, есть, друзья, 2 категории людей, которые одни совсем откажутся от него, а вторая, понимая, что нож боевой, возьмут его на всякий случай и оставят себя дома в коллекции. Вот именно на такой случай, не дай бог. Может, есть третья категория, которая возьмет его и будет таскать где попало, как товарищ моего друга Андрюхи на природе. В принципе, есть ножи менее удобные в этом смысле. А за эти деньги, еще раз говорю, CRKT отличная компания. Нож вполне себе подходящий. Большой ножик, большой. Все. Благодарю вас за внимание всех. Пишу видео для людей, способных увидеть не только красоту и функционал в дорогих игрушках, но и способных найти душу в искусно выточенной какими-то добрыми руками железяке. Всех, друзья, поздравляю с праздниками. Всем удачи. Пока.